Всем привет, меня зовут Сергей и вы смотрите канал Human Spirit. Еще одна небольшая токарная работа. В трехкулачковом патроне зажат шкив от швейной машинки Чайка. Это одна из самых распространенных советских швейных машинок. В данном случае проблема в том, что вот в этом месте видно натир от болтика. Он тут терся прям резьбой о корпус этого шкива. Походу это был какой-то заводской брак. И в итоге на швейной машинке не работал механизм, с помощью которого из большой катушки с нитками накатывается маленькая катушка с этой ниткой, которая потом устанавливается в нижней части швейной машинки. Чтобы это устранить, надо вот тут понаруже сделать небольшую проточку. Шкив зажал вот так в обратные кулачки, прям за него. Не очень сильно для того, чтобы его не повредить. Материал шкива это какой-то алюминиевый сплав. Просто зажался со средним усилием. Резец у нас самый обычный, проходной, упорный. Небольшая проблема в том, что протачивать надо внутри шкива. Это не очень удобное место, так как если смотреть отсюда, мы будем точить как бы внутри этого шкива. Для этого я установил резец вот так, с большим вылетом. Зажал его на все три болта. Думаю, никаких проблем не будет. И нам надо снять всего лишь какой-то миллиметр-два, просто чтобы болтик не терся об этот шкив. В принципе, это можно было бы сделать бормашиной или даже напильником. Но на токарном будет быстрее и точнее. Погнали. Протачиваем. Ну как-то так. Еще пару проходов и будет готово. Короче, вот так вот получилось. Очень даже неплохо, я считаю. Резец режет чистенько, все очень гладенько, блестит. Проточил вот тут понаруже. Потом снял вот тут ниже такую небольшую фасочку. Просто вращая обе ручки в две руки тем же резцом. И вот тут сделал малюсенькую фасочку. Тут много снимать нельзя, потому что в торец этого шкива упирается большой болт, который стягивает всю эту конструкцию. По-моему, получилось вообще отлично. А теперь давайте посмотрим, как это выглядит на самой швейной машинке. Вот наша швейная машинка. Чайка 142М. Вот тут справа шкив, который мы немножко проточили. Приступаем к сборке. Берем шкив, одеваем его вот сюда. Потом берем ремень, одеваем его сюда, потому что потом это сделать не получится. Вот так все это выглядит. Берем вот эту хитрую шайбочку, вот такую. Устанавливаем ее вот сюда. Ее надо устанавливать именно этой стороной. Это очень важно. Внутри этой шайбы есть два таких как бы усика. Они должны выпирать немножко наружу, а не внутрь. Иначе машинка не будет работать, потому что шкив будет прокручиваться на валу. Также у этой шайбы когда-то было три наружных усика. Но я один из них спилил, потому что иначе было невозможно нормально настроить работу этого механизма. Потом берем вот эту штучку. Это что-то вроде огромного болта с фиксатором. Вот. У него достаточно таки крупная резьба. Он должен стоять вот здесь. Закручиваем его. Вот. Вот таким образом. Потом берем отверточку и закручиваем этот фиксирующий винтик. хорошенько его поджимаем. Вот. Все. Готово. После этого осталось только накинуть ремешок на электромотор и сборка окончена. Ну вот и все. Я накинул ремешок и швейная машинка готова к работе. А теперь пару слов о том, как же работает этот достаточно таки хитрый узел. Вот тут шкив двигателя. Через него переброшен пасек. Он идет сюда. Вот он. Он постоянно крутит вот этот шкив. То есть когда мы нажимаем на педальку моторчик запускается и приводит это все в движение. Вот таким образом. Вся хитрость заключается вот в этой ручечке. У нее есть два положения. Когда она повернута вправо за часовой стрелкой до конца она как бы прижимает вот этот шкив к торцу его вала. И что получается? Когда мы нажимаем на педальку запускается двигатель и начинает крутить вот этот шкив. Так как эта ручка зажата то вращение передается от шкива на вал который находится в центре этого шкива. И швейная машинка начинает шить. Вот как-то так. Вот мы крутим иголка двигается лапка двигается все работает. Но когда мы крутим вот эту ручечку влево то есть против часовой стрелки как бы отжимаем ее вот таким образом шкив перестает прижиматься к торцу своего вала и больше не передает вращение на вал. это можно легко увидеть. Вот мы крутим шкив вот шкив просто крутится но не передает вращение на вал и швейная машинка перестает шить. Это сделано не просто так. Все это хитрый механизм для наматывания нитки на шпулю на вот эту маленькую катушечку. вот она. Берем катушку одеваем ее вот сюда на этот вал вот потом сдвигаем его вправо чпоньк на конце этого вала с другой стороны маленькое колесико и оно как бы упирается в этот шкив слева и все теперь когда мы крутим шкив вместе со шкивом крутится и эта шпуля если закрепить на этой маленькой катушечке нитку и нажать на педальку мы сможем легко и быстро намотать нитку на эту катушечку когда мы намотали нитку мы снимаем эту шпулю потом берем этот вал сдвигаем влево то есть отсоединяем маленькое колесико от вот этого большого шкива после чего мы берем затягиваем вот эту ручку покрепче вот и шкив опять соединяется с валом который проходит по центру и теперь когда мы крутим вот этот шкив швейная машинка опять работает извиняюсь за то что не могу показать как эта швейная машинка шьет и как она работает от электродвигателя потому что сейчас примерно 2 часа ночи все соседи спят и мне не хотелось бы сильно шуметь но в принципе этот механизм работает точно так же что от электродвигателя что при вращении шкива рукой вот так вот а все это потому что двигатель напрямую соединен с этим шкивом ремнем и когда вращается двигатель всегда вращается вот этот шкив ну и самое главное что я хотел показать это вот этот маленький стопорный винтик когда мы поворачиваем эту большую белую крутилку против часовой стрелки то мы таким образом отсоединяем большой шкив от вала на котором он находится при этом если нажать на педальку и запустить двигатель то вал будет стоять на месте вместе с этой белой крутилкой а шкив будет вращаться вокруг этого вала при этом вот этот маленький стопорный винтик неподвижен а шкив вращается вся проблема была в том что этот маленький винтик цеплялся за шкив и таким образом через этот винтик передавалось вращение от шкива на вал соответственно нельзя было полностью отсоединить шкив от вала что очень сильно мешало когда машинка работала в режиме наматывания нитки на шпулю также нельзя было просто укоротить этот винтик потому что с обратной стороны он должен упираться в один из усиков той хитрой шайбы то есть он должен быть именно такой длины как он есть после того как я сделал вот эту небольшую проточку стопорный винтик перестал упираться в шкив и теперь возможно как полностью четко отсоединить этот шкив от вала так и полностью четко до конца соединить шкив с валом без проскальзывания короче теперь швейная машинка работает так как надо отрегулирована и на ней стало намного быстрее и удобнее работать а если вам понравилось это видео то подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии делайте репосты а с вами был Сергей на канале Human Spirit пока Субтитры сделал DimaTorzok